самого доброго утра самой позитивной стране евросоюза латвия привет просыпаемся сегодня как обычно президенте самая горячая тема значит смотрите нам подсовывают ринкевича и весь фокус внимания сейчас будет уведен на то что он гей и что ну вот представьте себе что у нас президент будет гей и у нас будет не вторая леди там а вторая педи ну или как-то там по-другому это называется надеюсь никого не обидел вот и скажу сразу наверное важно что ничего не имею конечно же к тем парням у которых другая сексуальная ориентация это их сугубо личное дело вот пока они не лезут в правительство так вот фокус весь внимание будет уведен на это а на самом деле нужно разложить кто такой ринкевич ринкевич он по сути дела если мы его поменяем наловится в нашей жизни ничего не изменится это будет та же самая вечная стагнация то есть не трудно предсказать что он опять поедет на украину будет обещать восстанавливать украину будет там захват и луны прогнозирует марса все что угодно только не работать с латвией то есть получается что оплачивать и много много миллионов евро на его содержание будем тратить мы и в этот момент и когда он будет на пенсию но работать он будет не на латвию она внешнюю политику мы помним что всю жизнь чем он занимался это только гавкал в сторону россии сейчас конечно же это как никогда актуально кричать там про гаагские суды и прочую херню но у меня только один вопрос почему за это должен платить я тогда пускай украинцы скидываются и оплачивать услуги ринкевича или там евросоюз или американцы или кто угодно почему мы налогоплательщики латвии нанимаем себе служащих для того чтобы они отставили наши интересы работали на нас понимаете а это получается что оплачивать этого парня будем и а он будет заниматься внешней политики причем мы понимаем что латвия на внешнюю политику вообще никак не влияет это как слон и моська то есть мы можем гавкать можем кричать результата будет никакого вот что такое господин ринкевич то есть это постоянная гав-гав-гав постоянно ущерб имиджу латвии почему ущерб потому что мы не знаем как геополитическая ситуация будет развиваться в ближайшие шесть месяцев не то что там ближайшие пару-тройку лет и поэтому нам лучше себя вести как люксембург как монако как богатейшие страны просто молчать и делать бизнес и делать наших граждан еще успешней и богач и ничего больше случае ринкевича нами заниматься абсолютно не будет мы же знаем что вот например у нас есть мэр города популист который тоже работает на внешнюю политику там срывает флаги ругается соседями и видим в каком состоянии наш город да это не секрет теперь у нас будет ровно такой же президент который тоже будет делать упор на внешнюю политику его услуги будем оплачивать мы из этого в сухом остатке абсолютно ничего не поимеем я не знаю кто такой пиланс если честно ну я знаю кто он такой также как ты но какой он в деле фиг его знает там есть один огромный плюс он предприниматель предприниматель это тот чувак я сам такой которого ситуация жизнь стоит вот ну в неудобную позу а он из нее всю жизнь выкручивается и вот нашей стране нужен только предприниматель и нашей стране нужен человек который только за наш экономический интерес то есть если латы это выгодно и от этого граждане богатеют мы согласны если нет нет если будет ринкевич то это будет упор на внешнюю политику теперь смотри внешняя политика воюющая украина воюющая украина и у нее процент развития примерно равен проценту развития не воюющей латвии вот что такое калинж вот что такое левец и вот что такое ринкевич и вот что такое любой парень из этой команды они делают все чтобы уничтожать местный бизнес они делают все что вам мы были настолько невыгодны что просто катастрофа я расскажу просто про себя я не буду про сахарную раболовную автомобильную отрасль про свою строительную отрасль до 5 лет назад до ковида я ехал в испанию вот мы брали ребят из латвии причем мы не уезжали в испанию мы были латвийская фирма в командировке да и вот сегодняшняя ситуация так вот смотри а при том что мы зарабатывать стали мало при том что мы на уровне банкротства да но если ты сейчас поедешь в испанию то латвийский парень будет в два раза переоценен чем испанский парень вот как можно было проводить такую экономическую налоговую политику чтобы ты при супер дорогой цене был на грани банкротства ну так у нас примерно сейчас во всем латвии и поэтому нам нужно выгонять популистов не стик тока и фейсбука а из правительства и ставить туда реальных людей реальных предпринимателей которые в реальном бизнесе в реальном бизнесе который понимает этот бизнес понимаете они аферисты которые всю жизнь занимаются аферами я имею ввиду кореньша реального бизнеса за ним нету но целый шлейф огромных афер и сомнительных сделок то же самое с ринкевичем то же самое с левицам и за все это гоп-компании ну и мы уже видим по всем барометрам если мы возьмем там 9 мая 16 марта не работает эта механика когда настраивают с русских латышами мы сейчас смотрим на свои реальные платежи на свои реальные счета и примерно так напрягаемся а какое же в латвии будущее как вообще выглядит это мы знаем как выглядит американская мечта наверное да кто-то догадится как русский мир выглядит а как выглядит латышский мир как выглядит латышская мечта вот чем надо нам с вами заниматься осталось только напомнить что в любом случае латвия самая позитивная страна евросоюза просыпаемся латвия